И когда над ними грянул смертный гром, Нам судьба иное начертала, Нам не призывному, нам не пребесному Воинству окрестного квартала. Для меня День Победы — это радость, это весна, это когда вся семья дома и смотрит фильмы о Великой Отечественной и парад по телевизору. Это рассказы про бабушки, о том, каково быть ребенком в военные годы. День Победы — это бесконечная гордость за своих предков и за свою страну. А что значит День Победы для уланденцев? Давайте узнаем сегодня. Это портрет ветерана войны, отца моего мужа. Он воевал на Восточном фронте. Он ушел с Тунгинской долины, будучи вообще совсем молодым парнем, и попал на Восточный фронт. Вернулся и служил почти 40 лет в вооруженных силах. У меня это очень много. У меня отец три войны прошел. Он рассказывал вам? Он финскую прошел, японскую и Германию. Что за праздник, это День Победы? Ну, мне мама рассказывала за праздник День Победы. Она произошла, это 9 мая 1945 года, 76 лет назад. У меня воевал прадедушка Вениамин Борисович. Что у вас за куртки интересные у вас, у ваших друзей? Мы гости из Иркутска, приехали специально по случаю 9 мая, посмотреть парад в республике. Вот, ну, собственно, это отношение к мото-движению, Харлеевская группировка. Под Смоленском нашли деда, деда вот жетон, это нашли, тоже приглашали. Собираемся ехать туда, земли отвезти до этого. Где нашли, в какой области? Под Смоленском. Под Смоленском. Когда поедете? Ну, пока не знаю, но сейчас готовимся, поеду, съезжу, посмотрю. Воевали деды, бабушки в Тулу. Вот с внуком пришли. Как думаете, младшее поколение понимает весь масштаб этот? Ну, не знаю, понимает, наверное, сейчас молодежь, ну, вот, наверное. Ну, и когда маленькие были, еще много же ветеранов было. Ну, играли медалями, орденами, игрушек мало было. Про войну скупо рассказывали, конечно. Война эта страшная. Не дай бог, чтобы никогда не повторилось больше. А почему приехали в Ланде, почему не стали посмотреть парад в Иркутске? А потому что мы любим путешествовать. У себя парад мы уже видели, а вот у вас первый раз. И вот как сравнить, если... Слушайте, ну, очень масштабно, интересно и здорово организовано. И техника, и служащие, и курсанты здорово. Какой ваш любимый фильм от Сэры? Сэры? Любимый момент? Ой, там очень сложно сказать. Мне вообще очень многие нравятся. Мне нравится рождение ребенка. Это счастье, это надежда в военном эшелоне. Это действительно очень такое символическое событие. Потому что война – это всегда гибель людей. А рождение новой жизни – это чудо. Для нас это великий праздник. Поэтому мы с дочерью пришли специально почтить память и поздравить всех оставшихся живых фронтовиков-стыловиков. С праздником, дорогие земляки! Не могу, я сейчас заплачу. Я не могу. Силы не могу. Вспомните, ребята, Вспомните, ребята, Разве это выразить словами? Как они стояли у военкомана С бритыми навечно головами?